Современные границы Казахстана образовались в 1991 году с распадом СССР. Смотрю с оптимизмом. Надеюсь, что здравый смысл победит. Сейчас, накануне перехода на рыночную экономику, нам надо быть вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Назарбаев, подписывая 21 декабря 1991 года протокол к соглашению о создании Содружества независимых государств в городе Алма-Ате, Прекрасно понимал, что границы нового молодого государства, республики Казахстан, никем еще в этом мире не признаны, особенно не признаны соседями. И впереди предстояла тяжелая, но нужная работа. Установление границы растянулось на долгих 27 лет. В первую очередь был подписан договор с Китаем 4 июля 2003 года. 18 января 2005 года в Кремле состоялась встреча президента Казахстана Назарбаева и президента России Путина. По итогам встречи был подписан ряд двухсторонних документов, наиболее важным из которых стал договор о делимитации Казахстана российской государственной границы, протяженность которой составляла 7591 километр. Данная граница является самой длинной сухопутной границей в мире. В 2017-2018 годах Казахстан подписывает договор о границе с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. И на этом вся сухопутная граница республики Казахстан установлена международными соглашениями. Правовой статус Каспийского моря находится в активном обсуждении и до сих пор является предметом жарких дискуссий между прикаспийскими странами, таких как Казахстан, Азербайджан, Россия, Иран и Туркмения. Но основной проблемой для Казахстана, безусловно, является установление и укрепление границ с северным соседом, то есть с Россией. Назарбаев с 1991 года внимательно наблюдает за российско-украинским конфликтом вокруг Черноморского флота. И, наконец, он увидел 12 июня 1997 году торжественное поднятие Андреевского флага на военных кораблях в Крыму. С этого момента он осознает, что пути назад нет и проблему границ с северным соседом нужно решать кардинально. Теперь, чего он сегодня над штабом, не существующего российского флота, он же еще, де-факт, де-юре, висит российский флаг. Я сегодня первый раз ее спорю, увидел, на кораблях висит старый флаг Советского Союза, российский, платит это. Московское декретное время, я так понимаю, нет в этом самом Владивостоке, нет в Сибири, нет где-то там. Я живу за временем, каждый пояс, и не делайте с этого политика, господа офицеры российского флота с украинскими фамилиями. Севастополь не курил, а Украина не япония. Почему Россия заключила договор с Казахстаном на аренду космодрома Байконура? Почему она не хочет заключаться с Украиной, по Севастопу? Так же надо садиться за стол и слушать один другого. А когда хотят, чтобы ты только одну сторону слушал, а тебя слушать не хотят, то это уже не сотрудник. 10 декабря 1997 года город Акмала, бывший Целиноград, был объявлен столицей Казахстана. 6 мая 1998 года город Акмала переименовали в город Астану. И уже 10 июня 1998 года Астана была представлена мировой общественности как новая столица Республики Казахстан. После переноса столицы последовали и другие экономические, на первый взгляд, проекты Назарбаева. Это и создание таможенного союза, это и создание общей экономической зоны Евразес, это и постройка нового шелкового пути из Китая в Европу. На первый взгляд, это чисто экономические проекты, но на самом деле они направлены исключительно на сохранение территориальной целостности Казахстана. Это и создание неких экономических гарантий того, что игроки в этом регионе будут играть по правилам. Что меня всегда, честно говоря, в Нусамбе и радовало, и удивляло. Ведь он еще в советское время сделал карьеру, и сделал ее блестящую карьеру. Что меня всегда удивляло в нем и удивляет до сих пор, это то, что, несмотря на вот это советское прошлое, он человек всегда устремленный в будущее. Вот это удивительное качество. Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя. Вот таким мудрым, деятельным, активным и, я бы сказал, талантливым руководителем, лидером является и Нусамбеющий Назрам. Продолжение следует...